снег уже практически растаял хотя сегодня 29 ноября друзья у меня такое ощущение что сегодня какое-то солнечное затмение на протяжении всего дня темно даже вот когда я проснулся я не понял сколько времени то есть потому что темно как будто уже ну как это называется как будто уже поздний вечер сегодня мы с вами о тут еще несколько 5 сегодня мы с вами пособираем опята которые уже подросли и будет также музыкальная пауза где вам спою ну и также в конце пожарим грибочки так что оставайтесь на канале смотрите все от начала до конца думаю будет интересно вот тут три зимних опенка мы их конечно забираем они уже выросли пойдемте еще соберем грибочки которые уже тоже выросли это древесные грибы кстати впереди это не вешенка ну вешенка тоже здесь может быть пойдемте в общем все что найду покажу начинаем грибалку друзья я вас приветствую в таком полуснежном лесу который уже тает на глазах прям вот и превращается уже в такой осенний весенний лес хотя зима еще впереди сейчас кое-что нашел хочу вам показать а нашел я вот такие грибы думал издалека что это зимние опята но наверное уже такие подпорченные там высохшие старые я даже один вот сорвал вот такой вот думаю может уже все а потом поворачиваю думаю нет это вообще не зимние опята видите какие пластины темно-коричневые у зимних опять всегда шляпки блестят вот и сзади у них белые белые пластины вот что это за гриб ну и не галерина скорее всего хотя возможно и галерина вон она вон она пятнышко от пленочки вот в общем всегда внимательно собирать такие грибы если даже он оказался бы старый зимний опенок но не похожи не сильно похожи на себя я бы конечно его не брал я всегда если в каких-то грибах хоть на пол процента даже на одну десятую процента сомневаюсь я тут два варианта либо я его вообще не беру либо я спрошу обязательно но я уже точно знаю что это не зимний опенок поэтому тут и спрашивать не надо в общем мы продолжаем друзья смотрите какое чудо тут цветочки зеленые из под снега это цветы сто процентов это вот эти походу желтенькие лютики они здесь растут по весне зелень то появилась смотрите прям прикольно так на белом снегу зеленый цвет зелень цветов так опята должны быть вон там отправляемся посмотрите что происходит только поглядите на этом месте я вообще не было вот сейчас потом пойду на тех местах которых был но это уже был где-то дней 5-6 назад но посмотрите опята просто идут и идут они даже не останавливаться кстати вот этот вот опа вот эти то мы возьмем вот эти то мы возьмем я кстати руки вытер об снег после того как трогал тот гриб всегда вам рекомендую если вы потрогали какой-то нехороший гриб обязательно протрите руки если есть вода в рюкзаке промойте если нету так снегом чем угодно еще кстати здесь интересный гриб нашел сейчас я вам покажу я вообще не знаю что это за гриб вот чем-то напоминает ну не цветом явно просто формой ежовик коралловидный но может быть это он и был но просто уже постарел он какой-то маленький тогда он должен был быть смотрите видите я не знаю что это за гриб друзья вы знаете очень интересно необычные такие грибы напишите пожалуйста в комментарии вот если вы знаете что это за гриб я например не знаю но не рогатик вот этот да нет тот-то желтый он растет ну и не ежовик коралловидный я не понимаю что это за если честно залез вот в такой бурелон где как раз достаточно хорошо растут зимние опята и вот они но вот эти кстати такие вот у таких ножка обрывается всегда видите вот она потому что темная она удаляется вот у этого экземпляра но это экземпляра хорошая ножка помоложе грибочек ну а там совсем маленький еще их мы оставляем сегодня будем брать те которые уже такие достаточно крупные взрослые ну и средних размеров но совсем маленькие мы будем оставлять потому что они еще будут расти и расти он кажется еще что-то вижу впереди пойдемте посмотрим так вот это я увидел издалека пробираемся уже почки что ли пошли на этих на ветках балдеть вот эти взрословатые конечно но мы все равно возьмем а ну только нож нож куда плохо так то вот эти вот все это оставил но тут еще вот сбоку что-то растет так здесь пока кучки небольшие такие самые большие кучки они еще пока в молодых зимних опятах которые я вам показывал в прошлых фильмах вы можете кстати посмотреть их если вам интересно загляните посмотреть вот там очень большие кучки молодых одну сегодня наверное отберем все-таки дойдем она нам по пути будет обязательно дойдем посмотрим там одну кучку зимних опят ну продолжаем поиски очередные зимние опята вот эту кучку мы полностью забираем ножки сейчас я удалю здесь ножки темные вот они они но это уже оставим совсем-то маленький чего-то подрастет так и идем вот к тому дереву издалека вижу там зимние опята вон и не знаю камерная не передаст он видите посередине желтеет далеко очень раз пойдем туда приближаемся к ним ну да эту кучку все возьму вот один испорченный гриб темный видите а вот это вот самый раз чтоб пожарить все сейчас будем собирать над двумя руками посмотрите какая здоровенная это кто ко мне бежит а кто это ты меня уже и здесь нашел а это ты кушать не будет вот так получилось с этой кучки друзья как он меня нашел этот пёс не знаю у него по моему я не знаю он чувствует все за километр уж в этой части леса он меня не должен был найти а нашел хорошая опята удалил ножку она темная уже не негодная да а шляпки очень красивые берем так вышел я тут на тропинку пес со мной гуляет сегодня присоединился он грибалки сейчас пойдем смотреть туда да да и так пойдем смотреть вот там грибочки вот молодец он уже пошел так ну и я следом за ним вот например опять нашел грибы издалека думаешь наверное зимние опята вот поближе подошел смотрите вот это не зимние опята и это не зимние опята ох как похоже порой они но это не зимние это не видите есть хорошая фраза всем известно не знаешь гриб не бери это не зимний опенок я это знаю но если друзья вы сомневаетесь хоть чуть-чуть либо спросите либо не берите а не получив нормальный достойный ответ или сомнительный ответ тоже лучше откажитесь она того не стоит идем-идем я грибы нашел пойдем идет ко мне навстречу они ухты там походу их очень-очень много здесь уже конечно такие конкретные дебри вот тут прям полным-полно вот это да классное место вот они наши подснежники вот это уже моя любимая фламмулина мои любимые зимние опята у них будет ножка белая видно про его это космос просто вот это шикарное что что а вот такие я люблю зимние опять смотрите сколько их ну конечно снегом были закрыты здесь уже побольше снега будет хотя тоже уже видите тает и вот здесь их прям много-много вон они это над все вот это счищать сейчас будет обалдеть как классно сейчас будем срывать вот эту кучку я всю заберу вот они они такие уже хорошенькие самое оно вот они они вот они какие вот это шикарное шикарнее не бывает конечно бывают такие же но вот я такие очень люблю часть конечно ножки сейчас отрежем но все равно у них видите половину ножки можно брать крепенькие хорошенькие еще конечно от возраста зависит если они совсем маленькие так у них ножки вот видите получше будут побелее но здесь целая куча получается у нас не упала на что так так на зеленом ху смотрите здесь видите зеленый мог учу красота какая так а он еще с этой стороны стой сейчас надо будет посмотреть что это же он я вижу смотрите что происходит на какие-то совсем уже взрослый наверно сейчас я посмотрю не тоже пойдет взрослый но пока еще хорошее а вот тут тут вообще классные ухты их там целая куча друзья теперь-то мне понятно вон они куда спрятались все понятно сейчас я буду все это обрывать только посмотрите сколько получилось хорошая такая кучка этой кучки вполне себе достаточно чтобы пожарить вот и и одной даже достаточно какие-то маленькие совсем я оставил вот ну а сейчас обещанная мною музыкальная пауза друзья спою я вам песню прости меня именно за то что я выменял тебя на одну минуту прошлого за что на маю свалилась голову внезапная эта ностальгия ты зрелая смелая черный по белому пишешь проверенные истины они надоели мне немыслимо а помнись ведь мы же не такие это пыл неравный бой это был неравный бой между небом и людьми между сердцем и судьбой под названием целебит победитель будет прав проигравший просто жить остальное лишь и тра под названием целебит от берега к берегу как до Америки пол-океана самолетами возьми мои крылья хочешь вот они душа просит в небо помоги ей прости меня прости меня именно за то что я выменял тебя на одну минуту прошлого за что на маю свалилась голову внезапная эта ностальгия парабан это был неравный бой между небом и людьми между сердцем и судьбой под названием целебит победитель будет прав проигравший просто жизнь остальное лишь игра под названием целебит победитель будет прав проигравший просто жизнь остальное лишь игра под названием целебит 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 и понравилось вам друзья если да то ставьте лайк ну а мы начинаем готовить наш грибной урожай помыл наши грибочки друзья и сразу жарить на медленном огне подсолнечное масло добавил все как стандартно сейчас посолю и минут 10-15 и они будут готовы сегодня у нас будет еще острый перчик винегретик в общем будет очень вкусно какие они все таки яркие красивые грибочки кстати хотел сказать друзья что заметил такую вещь что зимние опята выделяют очень много влаги они прям упитана влага ну конечно наши грибы подснежники снегу то есть как бы это показатель я кстати немножко ее выливаю потому что она видите ее все больше и больше становится когда ее слишком много надо выливать а как вы делаете оставляете ли вы влагу или все таки вот тоже как и я выливаете потому что смотрите как ее много не знаю что делать сейчас наверное немножко вылил все таки не зря я вылил эту воду они быстрее уже поджарились уже готовы сейчас будем кушать вот напишите в комментарии как вы делаете когда у вас образуется много влаги у грибов друзья оцените эту красоту вот это сейчас я буду кушать и говорить вам о своих впечатлениях сегодня зимние опята получились идеально я вот прям вовремя закончил их приготовление они получились прям очень хорошо обалденно вкусные приготовились и не слишком сильно я их зажарил ну то есть они не сухие они сочные идеально получились очень вкусный гриб острый перчик обожаю так что дорогие друзья надеюсь вам все понравилось если у вас есть желание подписывайтесь на канал пишите комментарии на все вопросы которые я вам задавал пишите ответы я всегда отвечаю на ваши комментарии ставьте лайк если фильм понравился и до новых грибных встреч как говорится не прощаемся увидимся в лесу выкладываю выкладываю я все свои фотографии в инстаграм заходите посмотрите понравится инстаграм туда тоже подписывайтесь и в наши грибные группы вконтакте и могу вам порекомендовать канал моего друга Андрея Скрипачева заходите смотрите наслаждайтесь грибными фильмами я же с вами прощаюсь с вами был Армен до новых грибных встреч пока пока